Давайте спустимся сюда, на ферму. Здесь говорят свинью, крологу, родного человека. Нет, ферма не здесь. Это... Это оружие и броня. То есть магазин оружейно-броней. Во-первых, патчи. Торрентами будут оценивать... А, будем оценивать с снегами. Ну-ка, шите торренты. Бетку бесплатно пускают или шекеля надо им дать. Да, причем многое. За бетку требует 35 за то, чтобы вообще получить доступ к игре. Плюс за бетку отдельные 25 бочинских. Дал 60 баксов только за то, чтобы получить бета-доступ. Но мне зрители помогли, я попросил немножко помочь. И сразу же откликнулся добрый человек. 2200 закинул. К сожалению, точно не знаю кто. Там написано просто через... Что-то перевод сделан. Слушай, Дайс, а будет ли когда-нибудь Мэйрс Альфа Центавриева на канале? Не знаю, вряд ли на самом деле. Похоже на Болдерс Гейт из The Temple of Elemental Evil. Да, есть такое. Есть элементы тут отовсюду. Из Арканума, из Плэнэскейпа, из... Ну, там, из всяких Плэнэскейпов Арканумов, конечно, поменьше. Больше всего из Болдерс Гейта, безусловно. Я ищу женщину по имени Эйлис. Ох, ну, по крайней мере, в отличие от этого лорда, ты нормально спрашиваешь. Очень неприятно, когда маленькая армия шнурует в городе, и они используют свою силу, как бы... Чтобы уговорить себе, чем заниматься. Так, у нас есть несколько вариантов, каким образом можно сказать дипломатично, агрессивно, так, стойко, с выражением, так, с эмоциями. Я понимаю, почему вы так себя чувствуете после всего этого, что делает этот лорд и его охрана, но я всего лишь ищу его дочь. Да, конечно, конечно. Я только к этому подходил. Я ее не видел, ну... С тех пор, как она исчезла, конечно. Она обычно была сама с собой наедине, ну... Ну, вы же знаете, кака вы женщины. Так, always carrying on full of paladar ones to get any two of them together. Paladar? Полные лести? Как только... Две вместе? Ну, в общем, полные лести, когда две вместе. Как-то так. Я думаю, такой перевод сойдет. Ужасно скучно, говорит, про срота. Так что ж ты тут делаешь, тогда расскажи мне. Дипломатично в минорном ключе послать его в лес. Ну, так можно и в лес. Про кого он там говорит? Девочка была довольно тихая. Но даже Хиндина... Но даже Хиндина... Так, Хиндина... Алхимист. У него маленький стенд, маленькая лавочка рядом с центром города. А, это она, талантливая леди. Угу. Ладно, посмотришь, что у меня на продаже есть. У нас имеется из денег 1800 с собой, с учетом всего, что мы там вообще взяли и наворовали. Это просто деньги, это медные какие-то монетки. Отдельный вид валюты, видимо. Так. Цены 12 тысяч. Меч Рылосудия. Имеет 22-34 дамага. Крашинг дэмэдж плюс 50%. Крушающий урон. Угу. Всякие бонусы. Средняя скорость. Нет, нет, не Нинчант. Не надо Нинчант. Нинчант выглядит так, как будто бы это кнопка закрытия. Ты просто машинально жмешь все время. Давайте снова сражение. Будет сражение. Сейчас, когда за город выйдем. Даже интерфейс копия Балдерсгейта не зря обзейден клепают. Да, они стараются во всем. Молодцы. Помощь неплохо. Пропавшая струна. Что бы это ни было. В общем, цены, конечно, конские. Я себе вряд ли что-то позволить здесь могу. А если я продам, например, вот это. То я могу 30 монет получить за 151 вот эту монету. И 160 за вот это. Это что такое? А, это огромные серебряные монеты, которые используются в больших сделках в Айдириевской империи. А также на колониальных территориях. Все это можно продать за монеты обычные. Давайте продадим. Просто чтобы перевести клеточку, которую мы занимаем в инвентаре, в деньги. Крафтить тут можно? Да, говорят, крафт есть. Я еще пока что-то крафт не выбирался. Ну, и чан, по крайней мере, есть. Не знаю, что там. Крафт обязан быть, потому что его упоминали в том послании, которое при релизе бета было. Я его когда читал, как раз обратил внимание, что там что-то про крафт есть. Опять бочки. Бочки everywhere. Фрукты. Натурпродукты. Тут есть выход на глобальную карту недалеко. Нам пока рано на глобальную карту. Давайте побродим сейчас. Найдем того мужика, который дает квест. Задим квест на убийство, который мы выполнили только что. Что у нас здесь? Полшины на продажу. Охо-хо. А вот и Хиндина, который продает полшины. Я ищу пропавшую знатную женщину. Это дождь того лорда, да? Чего за нее шейдоу-грин? У нее был такой зеленоватый оттенок, когда я ее видел утром. Разговаривая с Триксом. Стригил. Она хотела... Так. Разговаривая с Тригил. Она хотела... Прямо вне магазина. Вот кто-нибудь, помогите мне осознать эту фразу. Нет времени объяснять в атаку, говорит Алабама. Атака будет сейчас, когда мы выйдем за пределы города. Бесконечный данжен с 14 уровнями. Нет, здесь такого нету. Нарканум похоже. Ну и Нарканум тоже, да. Что обещали свой замок с бесконечным данженом. А, вот это к чему. Бетка открытая. Нет, она требует денежек. Кавычка, конечно, там. Ну, неважно, в общем. Используем навык наш знания лора. Вы говорите о утренней... Когда не здоровится утром. Она что, была беременна? Ну, да, она была. Это не реально стинг. Я предложил ей несколько травок для того, чтобы позаботиться о проблемах. Возможно, это позволит ей справиться с некоторыми проблемами с этим старым человеком. Ну, что с ней не так? Ну, знаешь, вообще, как бы... Я понятия не имею. Это не могло... Не мое дело. И я не хочу никаких проблем доставать бедной девочке. Доставлять. Лорд Херрент говорит, что она заболела во время путешествия. Ну, это явно не была не болезненно в путешествии. Я знаю, я это видела. Спасибо за информацию. Ну, если девочка была беременна, она решила свалить. Такие дела. Потому что если жениться, замуж там выдавать, она уже беременна. Вот поворот. Будет ли кооп Арканума? В ближайшее время нет. Если бету начинают продавать, значит, игра говно, горе, шутник. Не знаю, мне нравится, по-моему, очень неплохой стиль. И геймплей тоже вполне такой, знаете, олдскульный, ностальгический. Говоришь, что у тебя недостаточно товара. Что случилось? Ай, ты себе здоров. Не могу добраться не до нового из моих поставщиков. Я остаюсь только с тем, что можно найти в лесах. В общем. Давай, выскажись. Немного злобно могу сказать. А нет, лучше скажем так. Что бы я мог помочь тебе найти? Я положил глаз на гнездовье в востоке от города. На перекрестке Дерфорда. Звери, которые остановились... Дерфорда остался только долго, чтобы лейк ланч и мудрить. Лейк ланч. Кланч. Комок. Лейк ланч. Что они там с комком делают? Спасибо матери неба за то, что это не были полностью выросшие драконы. Там какие-то детюныши драконов, которые находятся на востоке от города. Основали это. Взяли свое гнездовье. Я почти что получил яйцо. Заполучил он. Но не заметил, что так много из них уже вылупились. Но я могу попробовать взять и найти яйцо специально для тебя. Ну, понятно. То есть мы взяли квестик небольшой. Сейчас глянем. Он вообще записался у нас. Квестов нет, задач нету. Вообще ничего нету. То есть мы можем, типа, взять яйцо, но потом просто принесем ей его. Где же у нас ферма? А вот и еще рядом с разрушенной башней магазинчик товаров разнообразных. И эта женщина или этот человек, кто-то здесь должен был... А, да, мы сейчас только что с ней поговорили, которая в курсе того, что произошло с девочкой. Если двое спорят, не будем им сильно мешать. Говорим потом, говорит он. А что в этой разрушенной башне находится? Да, она разрушена и больше ничего. Что можешь мне рассказать о Элис Херрент? Только то, что ее отец... Который вламывается в двери и... Создаёт проблемы тем, что ищет ее. Я вообще-то ее сам не встречал никогда. Но это странно. Мне сказали, что вы были знакомы. Ну, что конкретно тебе сказали? Сэйч у вас лукинфу эскейп. Можно честно или немножко слукавить? Разница в чем? Он говорил, что она искала пути сбежать? Или просто то, что вы были знакомы? Давайте честно ответим. А, ее отец притащил сюда, чтобы поженить с каким-то бэквудским знатным человеком. Она хотела сбежать. В принципе, все понятно. Я рад, что помог ей. Она прибралась через реку несколько ночей назад, пока никто не был рядом. Оказалось, что не были там одни. И огур выше, чем... Так... Винтфрутский кто-то там. Причем в историях Винтфрут вышел из леса. И застал нас так вот внезапно, что мы не заметили до тех пор, пока он не оказался рядом. Я схватил Элис и... Скрылся в ночи перед тем, как... Он... Before I could even pull my britches. Ну, в общем, очень быстро скрылся в ночи. Перception 12. Можем использовать наше восприятие. Конечно, не по имени неправильно, но... Этот... Магазин очень сильно воняет. Ты точно уверен, что дочка лорда выбралась из тобой в лес? Ну, ну, ты не подумай. Я как бы... Не пытаюсь тебя оскорбить. Я просто хочу ее найти. Как я и сказал, Огр исчез вместе с ней. Скорее всего, взял ее и схватил. Унес куда-то в свое логово. Где бы оно там ни было. Она, возможно, даже жива. Но я не собираюсь идти за ней. Ну, а вот этот Хэррент ищет ее. И у него есть определенная пара медиков, чтобы рассчитаться с тем, кто ее найдет. Что у него есть на продажу? На продажу у него те же самые дорогущие предметы, которые мы себе позволить не можем. Но только... Трулхайд Белт. Пояс из троллевого меха. Или тролли шкуры даже. Найдет реген стамины. Это пояс, который, по сути, имеет активное лечение. Точнее говоря, не активное, а пассивное лечилку, да. Гирлл это тоже пояс, который уменьшает критический урон. На 1.1 раза. Ладно. Сейчас не будем ничего покупать. Хайпипл, говорит легат. Здравствуй. Ну все, мы знаем, что девочку тащил Огр. Что Огр также утащил свиней у фермера. Надо найти фермера обязательно. Все ведет к тому, что мы будем сражаться с Огром. Да. Так что за занимательные игрищи? Игрище называется Пиларсов Этернити. Это игра Topsidian Entertainment, которую они разрабатывают с денег, полученных с Кикстартера. В общем, довольно такая неплохая штука. То, что я конкретно сейчас играю, это бета. Она содержит почти что ноль спойлеров. Говорят, что в этой игре... Так, вообще, где здесь фермер? Еще его. Наверное, здесь. Говорят, в этой игре присутствует только вот сейчас отдельная локация, которой нет в оригинальной игре. Они не хотят спойлеров никаких, они не хотят показать контент, который будет потом, чтобы вы заранее не испортили себе впечатление от игры. Сейвемся. Играл в Blackguards? Нет, не играл. Будет ли запись? Все пропустил. Да, запись обязательно будет. Мужчина стоит в раздраженном состоянии перед разрушенным загоном для животных. Черт в этой тваре главыньца. Кровавые финги... В общем, ругаются на своем местном языке, поминая всех правдой и неправдой. Ты определял не забыть о своем... о том, что говоришь, скажем, ему. Или... Ты знаешь, это не самый лучший способ молиться богам, поливая их грязью. А что такого боги сделали мне хорошего за это время до сих пор? Просто посмотри на это! Мой загон разрушен. И... Некоторые мои... Ранс... В общем, по жидкой счастью исчезло. Успокойся. И расскажи мне, что случилось. Да, жена мне постоянно говорит, что надо следить за своим характером. Просто... Глубже дышать и все такое. Огр... Появился тут недавно. Говорят, его видели пришедшим из леса. Следы, точнее говоря, ведут в лес. Но... Обычно он стоит... Держится подальше от города. Ну, или, по крайней мере, так было. Пока он не напал на моих свиней. Теперь все боятся... Девелопер тестов кис. Кис, кис, кис. Ладно, не важно. В общем, Огр утащила свиней. Она находится где-то в лесу. Все боятся этого. Ты видел, как Огрут утащил своих свиней? А что еще может разрушить мой загон? И убраться вместе с моими... Свинками. А так же в самое время остальные жители деревни видели десятифунтового монстра в лесу. Ладно. Что ты знаешь об этом Огре? Ну, такой же, как и все остальные, я думаю. Огромный, страшный, сукин сын, с жутким характером и аппетитом такого же размера. Тригилл тебе может больше рассказать. Он говорит, что когда ты видел его в лесах... Кстати, мы сейчас с этим Тригиллом только что говорили, и Огр стащил женщину, вот эту вот, которую мы ищем. Ладно. Видел ли какие-нибудь следы Эйлис Херрент? Нет, он не видел ничего. И мы сейчас отдохнем, быстренько в таверну зайдем. После этого отправимся уже в лес. Привет, Виллиан. Так, Легат говорит, обычно любит необычные пути вхождения. Что бы это ни значило. Серебро, срочно серебро. Какое серебро и зачем оно нам? Здесь мы сейчас остановимся только для одной цели, чтобы отдохнуть, получить бонус. Кстати, ко всему прочему, кроме того, чтобы здесь мы получили восстановление наших хитпоинтов, заклинаний и прочего такого, здесь еще есть возможность получить бонусы от отдыха. Например, за 200 монет, плюс 2 к силе, к выносливости и интеллекту. Окей. Остановиться в драконьем логове за 200 меди. Да. Привет, как тебе колонны вечности? Очень даже неплохо. Прямо чувствуется то самое наследие Болдерс Гейта. Это что за Болдерс Гейт? Ну, это и есть почти что Болдерс Гейт, только современный. Не то, что там всякие версии, реймастерит и прочее, прочее. Итак, на нас есть бонус. Мы можем отправляться. Внезапно я слышал чей-то голос. Это первый раз был, и он очень быстро оборвался. Что бы то ни было, наверное, баг Беотем. Слышите, да? Бедняга. Слишком мало отдыхал, наверное, наш эльф. Пока звучка такая. Ну да, какая есть. Вот, у нас есть две местности. Дирфлорский перекресток и Стромволский горш, чтобы это не было. Горш, как у нас переводится. Давайте посмотрим. Горло, глотка, Стромволск, глотка какая-то. Ладно, мы отправляемся в перекресток Дирфорда. Тут вот лес как раз находится, который нам нужен. Это займет 4 часа. Жаль, интерфейс не классический, с героем и справа. Да интерфейс нормальный, по-моему, ничего особенного тут нету. Быстренько сейвимся, потому что тут уже видно кого-то, видите, с красным кружочком. Кто это у нас? Каменный жук. Жучара. Здравствуй, напомню, Obsidian какие игры делала? Много каких. Их, на самом деле, напоминает обычно Google очень хорошо. Obsidian Entertainment, например. Да? Obsidian Entertainment. Крэш там, какой-нибудь Вики. И список игр полный. Star Wars Knights of Old Republic 2. Наверное, Winter Knights 2. И Масков Беттрейл. Альфа Протокол. Потом. Fallout New Vegas. Чё ещё? Soft Park. Stick of a Truth. Dungeon Seash 3. Вполне неплохие такие вещи, скажем. Сколько локаций в бете? Три локации. Эть, и тут я протупил. Вот пока с вами говорил. Направил всех тупо вперёд. Забыл обо всём? А зачем, скажите? Да и что ты творишь? Ахаха. Так, чё мы делаем? Теперь. Что у нас есть? Как работает вот этот Барт? Я так до сих пор не разобрался. Ну и ладно. Кого волнуют такие мелочи, скажите. Правда ведь? Я нужен Чару. Опа. Ещё один. Хм. Сээ! Хорошо, что остальные, ну или точнее говоря, остальные один на нас сейчас не агрятся. Единственное, нужно пролечить нам Дайса. Что-то с ним уже плоховато дело. Давайте его отведём на секундочку. Пусть он там читает свои бафы. Видите огненное оружие, все такое. Да и мы ждём. Расстреливаем его издалека. Пока есть такая возможность. Опа, спрятался под землю хитрец. И вынырнул. Рядом с кем? Рядом с нашим престом. Уходим престом в сторону, конечно же. Потому что танковать он не должен. Есть. После того, как бой заканчивается, вроде потихоньку он начинает у нас регенеться стамины. Или мне кажется... Ну вот видите, например, преста моментально восстановилась. У нас тоже идёт вверх. А теперь время лутать. Кто полутал, тот и победил. Я уже неоднократно говорил. Чешуйки жучьи какие-то тут. Ничего особенного, лута тут нету. Это вам не о дом, где вы убиваете крысу, а с неё падает какой-нибудь, не знаю, адамантиевый топор. Переиздали Baldur's Gate с такой графикой, говорит время Валеры. Нет, нет, это у нас не Baldur's Gate, Пиларсов и Торренти. Расскажи про свою партию, о вас давшем к началу. Партия состоит из главного персонажа нашего, которого мы создавали в начале. А также четырёх заранее готовых персонажей, которых тебе просто в аккомпаньоны навязывают. Принудительно. Ничего не сделаешь. Смейся. Да, персонажи по умолчанию дают в этим. Такие дела. У, ХП после боёв восстанавливаются. Нет, ХП не восстанавливается после боёв. ХП это зелёная полосочка сбоку. А то, что у нас вот красным заполняется, это стамины. Это типа нашего стойкости, выносливости. Потихоньку силы нас покидают по поводу того, как мы получаем удары какие-то и вообще происходят сражения. Когда уносливость полностью исчезает, то от этого персонажи падают. Но у них здоровье как бы остаётся ещё. После этого она, точнее говоря, начинает только уничтожаться. Привет, что это такое? Это Пиларсов Этернити. Это бета того, что делает Аксизент Энтертеймент. И вывозит Никитс Картер. Так, давайте встанем. Возьмём, постреляем в жучка. Да? Да? Возьмём, постреливая страйк в сторону. Так, стрелять сюда. Тебя тоже чуть-чуть отвезти нужно. Чтобы сделать с престом. По идее, нам нужно побыстрее разобраться с жуками. С маленькими, а потом большого добить. Да? Есть. Тебя ещё отвозим. Ты атакуй вот этого маленького. Ты хиляй. Я сначала сюда подойду, а потом прохилять. Есть. Добиваем. И чёрт. Тут же можно особо не волноваться. Барт рандомно косует свои бафы. Или самому можно поставить. Вы создаёте как бы песню, которую он поёт. Она создаёт из разных аккордов. Или чантов, как и здесь называют. Эти чанты записываются у него где-то в книге. Вот. Типа нотная панель такая. Ну, я по очереди поставил 4 чанта. Я не знаю, как это работает. Надо разбираться. К сожалению, я только сейчас это всё запустил. Система довольно сложная для понимания, скажем так. Здорово, говорит Друл. А, здорово? Ну, неважно. Здорово или здорово? Всё хорошо. Не могу видеть твой стрим. Застрял на работе, говорит Хамстер, но я тут. Ах. Главное, что ты тут. Напишите ему, что... Я рад этому. Локация довольно большая. Жуков должно быть много. Надо экономить заклинания. Значит, мы сюда пройдём. Опа. Так, стреляем. Тебя в чарж. Вот это поворот. Взял, выкопался прямо рядом с нами. Тебя в чарж. Как бы бить? Этого или этого? Этого, наверное. Стоп! Беднягу. Надо юзать хилл. А здесь будем юзать что-нибудь покруче. Во. Встанем сюда. Вот этот вот. Некротик лэнс. Эй, прист, быстрее. Ну вот сюда, например, да? Чтобы между ними прошло. Тихо, тихо, тихо. Что с ним? Я не понимаю, как работает этот цирк лэнс. Пока я это не понимал, мы уже их добили почти. Надо читать описание, видимо, перед тем, как что-то используешь. Но наш приём простой. Куча малаш. Набросились. И вот в чём проблема. Видите, зелёная полоска подходит к нулю. Здоровья мало остаётся. Как у стамины ещё есть. А со здоровьем беда. Нужно больше лучников и рейндж-атак. Ну так-то да. Первым на Балдуре. Луки были имбой. А тут есть такой перекос. Говорят, чантиры имба. Я не знаю, чем они имба. Но у нас тут дофига чантов навешано. Сейчас посмотрим, что у нас с лечением вообще. Эндрау, Рестор, Минор, Стамина. Хули, Медитейшн. Блейсинг. Что у нас на хил есть? Рестерлайт Стамина. Божественная метка. Чё только нету. Хила нормального не завезли. Колонны Вечности. Круг защиты. Да. С фейппоинтами облом. Да? Да! Да! О, такие подсказки развернутые есть, когда наводишь. Мигает, что интересно. Повышенные характеристики какие-то или что? Интерфейс, конечно, не совсем однозначный. Что-то на нас наложили. Это был яд. Ядовитый укус, видимо. Потому что потихонечку Стамина падала даже после боя. Комки прямиком из Освен Дейл. Может быть, да. Я просто в Освен Дейл не играл-то особо. Тупняк. Сделали реальное время, но без паузы не обойтись. Так и было во всех играх на Infinity Engine. Не так всегда было. Вспомните, например, тот же Балдерс Гейт, Освен Дейл, Плэнскейп Тормент. Интересно, нам что только отдых поможет. Вот что меня волнует. Что нам нужно установить хитпоинты. Я не вижу пристания чего на реген хитпоинтов. Сколько лет прошло, ничего нового не придумали клепать одни и те же игры. Ужас, да? Как можно жить-то? Хм. Совесть хоть какой-то иметь, надо, согласитесь. Интересно, вот сейчас засремимся, попробуем еще одно сражение провести, посмотрим, когда хитпоинты до нуля упадут. Галель. Что будет? Ну, думаю, ничего хорошего, конечно, по факту-то. Эй. Так, вот наших, пожалуйста, отведите. Кто там сражается? Ага, ну это как всегда. Способ, побежал в первые ряды или побежал? Хм. 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 Да, его прибило. Хм. Хм. Сейчас попробуем заюзать рест, то есть отдых, сделать маки в лагере. А, нет, смотрите, поднялся. Он просто временно упал. А потом, вот видите, жив, здоров, ему все не почем. Яс. Это хорошо, безусловно. Можно в каком-то хардкор режиме, они там и дохнут, но тут нет. Если здесь нет персонажей хомяка, значит, плохая игра, негодная, говорит мистер Хамстер. Ну, тебе-то не знать, конечно. Яс. Не соответствующий. Мощные жуки. Это да. А еще на нем какой-то дебаф. Это Мэй Мэд. Минус пять точности и минус пять к отражению. Это, видимо, из-за того, что он полностью исчерпал свой запас вот этой зеленой полоски, которая является крайне неинтуитивной, совершенно неинтуитивной. Да, отдыхаем. Полностью выздоравливаем. Но отдых здесь является ресурсом. Для того, чтобы разбить лагерь, нам нужны определенные товары. Ведь, ну, не ресурс товара, конечно же, а вещи. И вот тут вот есть счетчик рядом. Два отдыха осталось. Вабуха, пожалуйста, заверните нам. Пойдем сюда все-таки пройдем. Я хочу посмотреть, что снизу. И засейвлюсь перед этим. Что-то изич, говорит Юркинс. Но пока, да, согласен. В целом изич. Олени бегают. Лепота-то какая-то. Вы стоите перед чем-то, что выглядит как разрушенное святилище. Оно покрыто мхом. И... А! Покрыто мхом. Древняя статуя лежит перед ним. Давайте осмотрим статую. Остались только разломанные ноги и руки этой скульптуры. Лонггрус, лонгсайз, а гэстворит кубы муд. Кажется, их можно передвинуть. Рядом с основанием статуи вы находите... Выгравированный в камни череп. Ну, давайте подвинем статую. Пьедестал, кажется, весит несколько сотен... А, весит как несколько сотен солидных камней. Вы решаете, кто был бы более подходящим кандидатом для того, чтобы сдвинуть. Давайте попросим нашего файтера это сделать. Угу. Со всей своей силой он наваливается на статую и начинает камень сдвигать. Под ним открывается темный проход. Куда-то внутрь. Крылья-проход. Что, спустимся? Здесь есть проход и дальше. Но есть проход по статую. Это же так интересно. Тексик, привет. Выбираете жертву? Кто выбирает жертву? Где? Зачем? Ого, текстовый квест. Да, это, кстати, очень классно. Такие вот маленькие дополнения. Они делают все заметно более живым, интересным.